Что я хочу сказать, это поприветствовать ваш город. Я у вас впервые. Честное слово, мне очень понравился город. Вот то, что я увидела вчера и сегодня, очень чисто. И какая-то вот толика европейскости есть. Не понимаю, почему. Но вот что-то есть в вашем городе, присутствует в атмосфере. И сначала я, наверное, все-таки представлюсь сама. Расскажу вообще, кто я, что я и почему меня к вам именно так вот привезли. Меня зовут Марина Черкасова. Я являюсь стилистом компании System Professional. Это Вэлла. Ребята из нашей команды сейчас работают на Кинотавре. Может быть, уже кто-то видел в Инстаграм или еще где-то уже ролики. Сейчас они работают с селебрити нашими звездами, ведущими, актрисами. И что сегодня хотелось бы сказать, о чем будет сегодняшний семинар. Это коммуникация. Ведь, вы знаете, очень много сейчас... Дима, можно музыку вообще убрать? Я потому что слышу только ее. Да, спасибо. Огромное количество стилистов сейчас уделяют время своему образованию. То есть посещают семинары, ездят в другие страны и города для того, чтобы повысить навыки именно своего мастерства. Но я хотела бы отметить, что все-таки немаловажно еще делать акцент на коммуникации. Ведь клиент до вашего кресла может так и не добраться, и он может вообще не увидеть ваши волшебные руки и мастерство, если вы не будете владеть навыками общения. И прежде чем мы сегодня с вами начнем, я также хочу, вот уже люди, ну я думаю, что большая часть собралась, отметить то, что, наверное, ни один московский стилист, когда приезжает, этого не говорит в регионы. Но так как сейчас уже с каждым месяцем, наверное, география моя, по крайней мере, посещение городов России возрастает, я вам хочу сказать, что сложнее гораздо работать в регионах. У меня у самой был салон красоты около четырех лет в городе Самара, и я вам могу сказать, что вот именно когда ездишь в города России, настолько видишь вот мастерство. Мне хотелось бы уже вас сразу заранее за это как-то вот, я не знаю, подбодрить, поблагодарить, то, что вы посещаете семинары, учитесь, потому что в Москве там все немножко по-другому. Мне казалось, что там работают, о, боги. Нет, ребят, реально, вот в регионах работают руки, руки, люди, и действительно иногда они решают все. И прежде чем начать наш сегодняшний семинар, мне хотелось бы показать вам небольшой фильм, может быть, кто-то его уже видел. Пока я никак не буду его комментировать, потому что мне хочется именно, чтобы вы, посмотрев его, уже у вас что-то откликнулось. Этот фильм, короткометражный, он в 2007 году занял на Каннском кинофестивале, призовое место. И вот мы сейчас начнем с него. На русском языке он называется «Улыбка», на английском называется «Валидейшн» – «Разрешение». Сейчас мы его посмотрим, а далее я уже прокомментирую, зачем мы это сделали. Подтверждение. Два часа бесплатной парковки при наличии подтверждения. Я пришел получить подтверждение. Вы. Вы потрясающий. Что вы сказали от меня? У вас удивительное лицо. У вас такие мужественные черты лица? Вам кто-нибудь раньше говорил об этом? Эээ, нет. Тогда послушайте меня. Вы выглядите немного расстроенным. И вам может казаться, что иногда люди вас не понимают. Но однажды, поверьте мне, однажды люди наконец-то увидят, какой вы на самом деле. Вы. Вы правда так считаете? Однозначно. Вы замечательный. Можно мне подтверждение, пожалуйста? Вы. Мэм, вы прекрасны. У вас такие удивительные скулы. Правда? Так. Чудовичайная ситуация. Где? Чудовичайная ситуация. Чудовичайная ситуация. У вас столько жизненного опыта, который не ценят другие люди. Но вы-то знаете, да благословит вас. Это не посетители магазина. Они пришли, чтобы увидеться с ним. Сэр, отличный код. Ненадолго. Молодой человек, у нас тут бизнес, а не пупая, интересная. Надо же, какой у вас замечательный костюм. Он вам так идет? Вы так думаете? Парни, вы так тяжело работаете. Да тут на вас только все и держится. Я всегда говорил, что никто нас не ценит. Да, мы тяжело работаем. Но кажется, как будто никому это не... Нет! То, что вы делаете, это так важно. Знаешь, я думаю, босс захочет с тобой встретиться. Вы молодец. Вы обеспечиваете сотни рабочих мест, что позволяет обеспечивать сотни семей. Это огромная заслуга. Это так приятно слышать. Я в большинстве случаев чувствую, что люди этого не признают. Я просто большой плохой человек из ада. Совсем нет. Вы благо. Знаешь, у меня есть пара людей, которые, я думаю, захотят с тобой встретиться. Мистер Президент, не важно, что люди говорят. У вас по-прежнему отличный удар в гольфе. Да благословите обо. У вас шикарные усы. Я уверен, Том Селлик, например, смотрит на вас и завидует. Я не шучу. Спасибо. На здоровье. Мир между Израилем и Палестиной. Работник парковки помогает провести переговоры. Улыбнись. Бум стоматологии. Работник парковки задает новый тренд. Человек, который меняет мир с помощью бесплатной парковки и бесплатных комплиментов. Это такое большое облегчение. У вас закончилась лицензия, сэр. Вот почему вы так хороши в том, что вы делаете. Вы так убедительны. Правда? Вы в самом деле так думаете? Хью, в чем ваш секрет? Мне просто нравится видеть, как люди улыбаются. Кажется, в мире нет ни одного человека, которого Хью Ньюман не заставит улыбнуться. Следующий! Абсолютно запрещены улыбки, ухмылки, юмор или общая веселость. Никто не улыбается на фотографии на водительские права, сэр. Это запрещено. Следующий! Следующий! Вы такая утонченная. Следующий! Виктория. Какое прекрасное имя. Следующий! Вы так хорошо забудетесь о своем оборудовании. Они должны быть счастливы, что вы у них работаете. Мы закрываемся, сэр. Виктория. Я просто хотел увидеть вашу улыбку. Спокойной ночи, сэр. А где я могу получить? Мы не даем подтверждения, сэр. Следующий! Они подходят к вашим глазам. Вроде как. У вас самые прекрасные глаза, которые я когда-либо видел. Следующий! И вы питаетесь здоровой пищей? Это значит, что вы хорошо забудетесь о своем организме. И это прекрасно. А как вы забудетесь о своей собаке? Вы гуляетесь не 4 часа к ряду. Большинство людей не делают это, а вы так и не забудетесь. Вы когда-либо улыбались? Да. Когда? Когда я была маленькой девочкой. О, готов спорить, у вас была прекрасная улыбка. Что с ней случилось? Следующий! Похож на кого такого, вы знаете? Следующий. Они черно-белые. Следующий. Следующий! Я просто хотел увидеть вашу улыбку. Извините. Следующий. Поставьте, пожалуйста, подтверждение. Вы... В норме, я думаю. В норме? Вы сказали в норме? Да. Да, в порядке. Разве вам нечего больше сказать? Осмыслать. Увитомление о закрытии. Эй, простите. Извините. Вы не могли бы сделать фото? Спасибо, вы нам очень поможете. Он тут впервые. О, рыбачка. Это что, настоящая улыбка? Вы любите друг друга? У вас опыт, вы путешествуете по миру. Это суть. Как бы я хотел путешествовать по миру с моей любимой женщиной? И чтобы кто-то сфотографировал ее, улыбающейся по-настоящему. Ребята, у вас есть все поводы улыбаться. Вы прекрасны. Вы замечательны. Замрите. Вот так. Вот это я понимаю, улыбка. Давайте еще раз. Супер. И еще раз. Красота. Смотрите друг на друга. Фантастическое фото. Что вы больше всего любите в вашей жене? Она принимает меня. Несмотря на все то, что знает о моем. Где вы познакомились? Вы такие классные, ребята. Я прошу прощения. Но вы извлекаете из людей наиболее искренние улыбки, которые я только видел. Вы бы не хотели подзаработать, снимая такие вот штуки? Ребят, простите, что вмешиваюсь. Вы такая красивая пара. Вы модели? Нет. А хотите ими стать? У вас самые красивые глаза, какие я когда-либо видел. Извините. Ваши глаза. Они прекрасны. Вы прекрасны. И ваше платье подходит к вашим глазам. Идеально. А можно? Хорошо. Что вы любите больше всего в мире? Свою дочку. У нее самая красивая улыбка. Добрый день. Я пришел на чистку. Меня зовут Хью Нюман. Добрый день, Хью. Пишите сюда, пожалуйста, номер ваших водительских прав. Конечно. Добрый день. Здравствуйте. Как же вы? Вы же улыбаетесь? Она... Извините, сэр. А где Виктория? Она не работает, она уволена. Уволена? За что? Они улыбались. Посмотрите на это. Это она сделала. Смотри. Они все улыбаются. Ужасные фото. Отвратительные. Где она? Да? Да. Что? 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 Вот он на паспорте. Вы прекрасны. Вы так здорово повеселитесь в этом отпуске. А какие удивительные истории вы будете рассказывать по возвращению? Не могу дождаться. Я всегда хотела увидеть Париж. Я не понимаю. Я перепробовал все. Что случилось? Когда я была маленькой девочкой, моя мама серьезно заболела. И так и не пристрогала. Все эти годы она так грустила, что разучилась улыбаться. И видя ее такой, я тоже не могла улыбаться. Я не улыбалась. Много лет. Потом однажды к ней подошел один молодой человек. И сказал ей, какая она красивая. Такая красивая, что он захотел ее сфотографировать. Он заставил ее улыбнуться. И внезапно, спустя столько лет, ей стало лучше. Я знала, что это был ты. Я тебя везде искала, но не смогла найти. Я обошла все гаражи, оплатила все парковки. Но не смогла найти тебя. Ты платила за парковку ради меня? Да. Потому что ты замечательный. Ты удивительный. Никто никогда мне этого раньше не говорил. Субтитры создавал DimaTorzok Слышно, нормально? Как вам фильм? Кто-то видел его раньше или нет? Да. Отлично. Но на самом деле я первое, что хочу сказать, это то, что неспроста он черно-белый, да, мы понимаем с вами то, что главное – это те эмоции, которые он несет в себе, да, согласитесь, настроение меняется в течение всего фильма, да, и, как сказал когда-то один из великих мудрецов, человек может забыть, что вы ему сделали, человек может забыть, что вы ему сказали, но он никогда не забудет то, что вы заставили его почувствовать. И очень важный момент, когда к нам приходят клиенты в салон, сразу хочу сказать, когда я в первый раз попала в студию Дмитрия Винокурова, где я сейчас работаю в Москве, вы знаете, это именно атмосферное место. Может быть, кто-то из вас был у нас на обучении как-то, потому что школа проходит непосредственно на территории салона. И если кто-то не был, то мне хотелось бы именно вас пригласить к нам, потому что у нас очень часто именно клиенты отмечают вот эту вот атмосферу, то, что это место, куда попадай, ты не хочешь оттуда уходить. Не важно, что там, можно попить чай или кофе, то есть просто прийти в гости, но сам момент того, что вам приятно находиться в этом помещении, хотя у нас там обычно это улей, ну то есть особенно, когда это подготовка какого-то показа или модели. Иногда это просто состояние приехавшей электрички и просто негде там не спрятаться, не скрыться. То есть очень сомнительное ощущение, что там вообще можно как-то отдохнуть, но вот несмотря на то, что там кипит жизнь, там действительно всегда охота находиться. И в качестве комментариев к первому слайду мне хотелось бы сказать, что именно та атмосфера, в которую попадают клиенты, да, когда приходят к нам в салон, вот именно она заставляет их либо приходить к вам снова и снова, вот к вам в кресло, именно в ваш салон, либо они понимают, что они больше сюда никогда не вернутся. И здесь обратите внимание, что профессионализм ваш, он, ну, здесь за гранью, это чуть дальше. Клиент сначала, он улавливает свои ощущения. И всегда, когда мы говорим вообще о том, где нам нравится находиться, да, куда нам нравится ходить, вспомните, как вы путешествуете. То есть есть места, куда вы просто, вам, ну, просто жизненно необходимо вернуться, потому что именно там вы получили максимум эмоций, максимум ощущений. Или же, наоборот, отели, на которых вы просто поставили крестик, и вы поняли, что нет, вот сюда я больше никогда не приеду. И, или фитнес, или рестораны, всегда, когда вы заходите куда-то у вас, вот первое ваше ощущение, первое ваше впечатление, да. И осенью прошлого года мне компания System Professional, ну, скажем, дала сеть салонов Persona в Москве для того, чтобы там проводить семинары, обучающие по новому запуску System Professional, когда уже произошел перезапуск. Я вам могу сказать, что вот огромное количество, один бренд, да, сеть салонов Persona. Но насколько по-разному встречают во всех салонах? Понимаете, здесь даже момент того, что вам могут предложить и чай, и кофе, могут улыбаться, улыбаться именно вот этой частью. Но момент того, что улыбка глазами, когда вы действительно искренне улыбаетесь или не улыбаетесь, но клиенты, да, они настолько располагаются, они к нам расположены именно, когда мы с ними максимально честны, да. То есть мы когда не играем в свою эмоцию, а мы когда действительно находимся рядом с ними. И когда вы в салоне создаете такую атмосферу, что к вам хочется вернуться, да, только потому что там вкусный чай или кофе, или потому что у вас к чаю кофе не просто, извиняюсь, заварка и растворимый кофе, а еще положили шоколадку маленькую. Насколько я знаю, здесь есть руководители бизнесов, да, своих собственных. И на самом деле, вы знаете, это минимальные затраты, но иногда вот именно эта шоколадка, она к вам вернет этого клиента. Потому что, ну сейчас в наше время, особенно, скажем, на территории Москвы, когда мы ценим время больше всего. Время наш самый невозвратный ресурс, и это то, что нужно использовать по максимуму. Вот именно в таком ритме, да, когда мы живем, клиенты, они очень ценят, когда вы потратили их время, да, именно вы потратили их время, но они провели его с пользой. И вот именно тогда они готовы у вас остаться, именно тогда они готовы тратить в ваших салонах деньги на сопутствующие услуги. Они будут у вас делать непосредственно к стрижке, к окрашиванию, плюс еще маникюр, и еще, и еще что у вас там есть, да, и еще купят все банки, все полки. Но наша индустрия, она достаточно обширна, и каким образом мы с вами можем воздействовать на клиентов, Дима, переключи, пожалуйста, слайд. Мне хотелось бы сказать о том, как же все-таки сделать сервис идеальным в салоне. Так как мы все с вами обладаем пятью органами чувств, да, обоняние, зрение, слух, вкусовые рецепторы, естественно, визуальное восприятие, в салоне мы также с вами можем задействовать абсолютно все пять органов чувств. Дим, слайд. Итак, зрение, да, когда мы с вами хотим или удивить, или порадовать, многие клиенты просто могут к вам приходить, потому что им нравятся шторы в вашем салоне. Или какая-то цветочная композиция. То есть, если вы именно задумываетесь над оформлением, над тем, какое оформление должно быть в вашем салоне, и таким образом вы действительно можете кого-то удивить или разнообразить восприятие. Слух. Естественно, это приятная музыка. Естественно, эта музыка должна быть мягкой, она должна быть комфортной громкости. Если какие-то моменты, если у вас делают, ну, какие-то процедуры, ну, скажем, шумовым каким-то эффектом, естественно, это должна быть удаленная комната или кабинет. То же самое, когда мы с вами говорим о кератиновом нынче популярном упрямлении, да, и когда это запах на весь салон, либо когда это химическая завивка, значит, все-таки в салоне должен быть какой-то... Ну, у нас такой есть вип-кабинет, куда у нас отправляют на все эти процедуры только для того, чтобы никому не мешать, да, чтобы не мешать другим клиентам отдыхать. А это также мы говорим с вами об обонянии. То же самое, когда наносится акрил. То есть, по сути, да, очень редко мы с вами, особенно когда с точки зрения руководителя, нам надо зарабатывать деньги, мы редко об этом думаем. Мы можем не думать с вами о том, как сделать клиенту максимальный, доставить ему максимальный комфорт, потому что нам важно считать, да, мы считаем деньги, мы считаем расходники и так далее. Но здесь как раз-таки момент, то, что мы с вами можем повлиять на то, насколько клиенту понравится в нашем салоне. Также обоняние. Ну, такой здесь небольшой комментарий относительно того, как даже, когда вы приходите в какие-либо, может быть, парфюмерные салоны, в принципе, вот именно аромат кондитерских изделий, аромат шоколада, он всегда усиливает желание что-то приобрести. То есть, когда вы слышите сладкие ароматы, вам сразу хочется купить. Это на самом деле не мною придумано, это действительно такая мощная рекламная акция. Осязание – это когда мы чувствуем с вами приятную мягкую мебель. Это, как правило, ваши комментарии клиентов, когда у них затекает шея, когда вы моете голову, они говорят, ой, как неудобно, или наоборот, ой, как удобно. И здесь как раз-таки, когда вы предлагаете им комфортную мебель, или у вас зона ожидания оборудована таким образом, что если клиент пришел раньше, или мастер задерживается, то он действительно может комфортно ожидать. Ну и вкус вообще, вы знаете, есть такое понятие, для того, чтобы усилить первое впечатление о себе, надо надломить хлеб. Что это значит? Это угостить чем-то. Конфетка это будет, какая-то шоколадка, печенье. То есть, особенно, когда вы угостили клиента чем-либо, неважно. Или с собой ему, наоборот, дали какой-то подарок. Вот когда это у нас идет восприятие именно на вкус, вы действительно человека заставили его почувствовать. И здесь важный момент того, что есть только три понятия о том, что влияет действительно на восприятие клиентов. Сейчас я планшет уберу. Итак, когда у нас с вами мастер подходит к клиенту, первое, на что он обращает внимание, да, клиент, или вообще заходя в салон, он оценивает всех мастеров, которые присутствуют. И когда у него есть выбор, кому пойти. Он не знает о том, какие школы вы проходили. Он не знает, какой у вас опыт работы. Два года, 12 лет, 22 стаж. Ему все равно. Он вас видит. Он вас видит и воспринимает картинку. Ему вообще все равно на ваше содержание, да, понимаю. То есть ваша прическа, улыбка, улыбаетесь вы или нет. Или наоборот, вы загружены проблемами, и сейчас еще вы его загрузите. И он сразу понимает, что он к вам не сядет. Понимаете, и клиенты, они всегда идут на улыбку, безусловно. Вообще, с точки зрения именно, ну, всех тренингов, которые нам рассказывают, да, по продажам, по коммуникации, улыбка – это первое прохождение барьера. Мой супруг, он также проходит часто очень много тренингов по продажам. Он говорит, я как-то был на семинаре, где нам говорили, насколько важна улыбка. И весь день вот так им объясняли, без улыбки, совершенно честно говоря, очень важно улыбаться. Очень важно, ребята, всегда улыбайтесь. Он говорит, он за тренинг не улыбнулся ни разу. Но он говорил, как важна улыбка. И понимаете, вот именно улыбка глазами, когда вы действительно искренне рады клиенту. Вспомните, когда вы ходите на спа, на фитнес, когда вы приезжаете на отдых, что там сразу вас вот, вас влюбляет в любое место. Вы пришли, и вам начинают улыбаться. Причем именно искренне. Это, знаете, наверняка многие были в Питере, в Санкт-Петербург, да, бывали. Вот для меня, если честно, это город абсолютной любви. И как бы там ни было холодно, какая бы погода там ни была, вы просто, вот вы спускаетесь с трапа самолета, и вы попадаете в это обаяние просто вот любви. Вот Санкт-Петербург, он может быть, я не знаю, обладает там, не знаю, вот эта вот погода совершенно мерзопакостная. Но в любом месте, куда бы ты ни зашел, ощущение, что тебя именно ждали. Господи, ну слава богу, ты пришел, да. То есть вот ощущение, что ты попал вот к своим каким-то людям, теплым, невероятно. И, ну, не зря, наверное, действительно Санкт-Петербург – это культурная столица России, потому что там это ощущение практически в каждом заведении, куда бы вы ни пошли. И что хочу сказать. То есть первое – это когда мы с вами воспринимаем зрительный образ. Мы с вами смотрим на стилиста, на то, как он выглядит в первую очередь. То есть это прическа, это, естественно, ваша одежда. И здесь момент, если вы предпочитаете на работу ходить в джинсах, это должны быть какие-то, значит, необычные джинсы, понимаете. И вообще здесь момент того, что до того, как я переехала в Москву, я 6 лет периодически туда ездила, и ездила, и училась, и преподавала там же. Конечно, но джинсы вообще ушли из гардероба рабочей одежды. Вообще ушли, то есть их больше не было. Осталась черно-белая серая одежда. То есть ваша одежда должна показывать, что вы стилист, понимаете, да? И если у вас все-таки, ну, вот кубышка или куделька, это значит должна быть какая-то необычная куделька, но голова должна быть чистой. Это может быть стайлинг, это может быть укладка в стиле Себастья, но клиент должен видеть, что у вас действительно укладка и стайлинг в стиле Себастья. А что, не что у вас, трехдневная голова, да, и вы там не проснулись. И далее как раз-таки здесь у нас с вами тема семинара, это именно говорение и преодоление барьера. У меня у самой было несколько мастеров, мастера были разные. Некоторых я называла немые мастера, но им комфортно. Они вот молчат, и всю процедуру, представляете, 3 часа. Вы проводите с клиентом время, вы 3 часа с ним, вы 3 часа им, не знаю, моете голову, красите, наносите краситель, но вы 3 часа молчите. Кому будет комфортно? Есть, конечно, клиенты, которые приходят помолчать, но момент того, что вы все равно должны взаимодействовать с клиентом и узнавать от него, да, что он хочет, как у него дела и так далее, говорить вам придется, если вы хотите, наработать себе огромную клиентскую базу. И уже, конечно, третье ваше качество – это ваш профессионализм, это ваши руки. Это то, чему вы учитесь всю жизнь, это то, с чем вы, собственно, и пришли на свое рабочее место. Потому что, как я уже сказала, многие клиенты до этого могут даже не дойти, потому что они на вас посмотрели, они вас сканировали, они с вами пообщались, они поняли, что вы вообще не в коннекте, вы друг друга не слышите, для вас понятие длины и цвета – это совершенно две разные истории, и они понимают, что они сядут к другому мастеру. Здесь еще, понимаете, такой момент, что, не знаю, насколько у вас много салонов, где по 10-12 рабочих кресел, но в Москве много, там много мультибрендовых салонов, там много салонов с не одним залом, двумя, там где у нас в салоне в одном зале 10 рабочих кресел, в другом 12, то есть понимаете масштабы, да, и, соответственно, столько же мастеров, у нас 25 мастеров именно парикмахеров, 40 человек штат салона. И момент того, что когда клиент выбирает, кому ему пойти, здесь, естественно, уже и администратор может на это повлиять, но именно то, как вы встретите клиента, да, будете ли вы улыбаться, будете ли вы в хорошем настроении, именно это зависит на его конечное решение, сядет он к вам или нет. Ну и здесь я сделала такую подборку о том, как различные мастера работают с клиентами, да, потому что вы можете работать со звездами, это вообще, это не запрещено, потому что на мое именно решение и вообще вот на переезд, собственно, в столицу повлияла работа с Ириной Шей. Я поняла, что в нашей с вами профессии вообще нет ограничений, мы можем работать абсолютно с кем угодно, то есть на момент того, что как вы это достигаете, опять же, да, когда вы прокачиваете все три понятия, это ваш внешний вид, это ваше умение взаимодействовать и коммуницировать, и это, естественно, ваш профессионализм. И как раз то, о чем мы с вами говорили, даже при приеме на работу, когда мастера-парикмахеры приходят трудоустраиваться, да, то есть вы уже идете и есть такое понятие, как у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление, да, потому что глядя на вас, естественно, как руководители сканируют, ага, некрашенные корни, голова была мытая вчера, обувь непонятно почему такая, но здесь именно любовь к профессии, я думаю, это что первое на то, что может повлиять, но также и клиенты, когда они к нам с вами приходят в салон, они видят, вы вообще здесь, ну, что вы делаете в салоне, да, они могут вас просто перепутать, ну, с кем-то вообще непонятно, может, вы им пирожные покупаете в салон приходится, да, джинсы, майка, как бы некоторые, ну, я вот честно сказать, я всегда гоняла своих мастеров, потому что я говорю, что мы обули сегодня, мы что, на дачу сейчас едем, через 15 минут выходим, это что? То же самое джинсы, да, то есть мы понимаем, что стиль casual, он тоже имеет место быть, но это должно выглядеть, ну, это должно быть вкусно, понимаем, да, даже майка какая-то, она должна быть интересная, вы можете просто даже на работе иметь отдельную какую-то гардеробную, где вы просто будете переодеваться, но когда вы зашли в салон, во-первых, конечно, момент того, что если вы просто пришли на работу, значит, вы готовы дарить людям настроение, значит, вы готовы с ними взаимодействовать и общаться. Также речь, ну, здесь момент того, что многие парикмахеры специально даже проходят курсы актерского мастерства, ораторского искусства, и вообще есть такое понятие, что многие парикмахеры – это неудавшиеся актеры, потому что, знаете, здесь момент того, насколько вы умеете именно где-то что-то сыграть, ну, это тоже является вашим именно личным профессионализмом. У меня была такая, ну, мастерица, я по-другому не могу назвать. Знаете, вот форма, цвет, все было не туда всегда, но к ней шли. Я не понимала, думаю, боже мой, мне иногда было стыдно, вот я смотрю на кассу, думаю, ну, вот как человек может за это отдать деньги, да? Я думаю, ну, как, вот как ей это удается, ее ждали по три месяца, она потому что уезжала, ее не было очень долго, но прямо приходили клиенты, я сейчас вот общипаю, думаю, что делать, как это можно носить, но они приходили, а я, причем, всегда работала рядом с ней, и даже мои клиенты, ну, они вот так иногда смотрели, понимаете, они прямо все внимание туда, и я думаю, ну что, ну, там каждая, вот каждая работа с любым клиентом – это было прямо махатовский этюд, то есть она там, если она удивлялась, она так удивлялась, что там все сбегались, услышали, что же она такого рассказывает, что же там произошло. Я не говорю о том, что надо всегда так работать, да, потому что есть момент по энергетике, когда вы можете на пятерочку, ну, там ковыряетесь, копаете, что-то плетете, плетете, но вы можете быть гениальным, конечно, плетуном, но клиенту ему все равно нужно взаимодействие, общение с вами, чтобы быть на одной волне, и, ну, я думаю, что у вас также популярна запись по телефону, вы сразу можете понять, кто вам звонит, и вот насколько экспрессивно человек или, наоборот, неэкспрессивно общается с вами именно по телефону, вы также уже можете понимать, насколько, что это за человек, да, то есть как вы с ним будете общаться, как вы с ним будете взаимодействовать. И профессионализм в работе – это, естественно, во-первых, это ваша аккуратность. Если у вас волосы в брашингах, ну, здесь все понятно. Мы не говорим о том, что вы работаете по 12-15 часов подряд, вам что значит некогда помыть инструменты, ребята. Ну, понимаете, здесь это, на самом деле, это может показаться смешно, но вот честное слово, прежде чем на нашу всю команду отправлять на такие мероприятия, типа Кинотавра, нам всегда прям пишут, вот прям перечень. Уже стали писать «чистая новая одежда, без катышек», понимаем, да? Ну, это вот честно, иногда смешно. Там новая обувь, там тоже как бы чистая обувь, да? То есть это такие вещи, которые, казалось бы, это нормально. Ну, это нормальное требование. Чистые брашинги, чистый инструмент – это то, что клиенту всегда бросается в глаза. Это нам с вами иногда кажется, что мы работаем, работаем, у нас так много клиентов, это так классно, мы зарабатываем деньги, но клиент, придя к вам, он увидит после чьи-то волосы. Ну, представляете, вы приезжаете в отель, вы купили путевку, вы зарабатывали на нее полгода, купили путевку, приехали в отель, а там чьи-то волоски, ну, не очень приятно, да? А вот представьте теперь состояние клиента, который пришел к вам, он еще не оплатил услугу, но он уже вот это все видит. Естественно, здесь момент того, что все-таки для того, чтобы клиенту сделать и доставить максимальное удовольствие и комфорт от того, что он пришел к вам в салон, вот здесь именно чистота, конечно, тоже на первом месте. Ну, и несколько слайдов, это из фильмов, я думаю, что вы их все смотрели. Это крайность того, каким может быть перикмахер, да, это Суинни Тодд, это Эдвард Руки-Ножницы, и это с Адамом Сэндлером, да, ну, момент того, что можно пере- вот эту услугу, да, сделать ее too much. Вот не очень вкусно ее преподнести, но все-таки во всем ищите вот свою грань, потому что кого-то из клиентов вот действительно нужно облизать. Я извиняюсь за это слово, следующий слайд как раз будет. Следующий, да. То есть мы с вами такая шуточная, да, картинка, то есть есть клиенты, которые требуют к себе особенного отношения. Они это даже не могут не скрывать, то есть они любят лезть, им это нравится, когда вы там треяли, поете им в уши, им это все очень нравится. Есть клиенты, наоборот, которые пришли за собственным комфортом, которые пришли для того, чтобы тихонько посидеть у вас, отдохнуть, помолчать к вам, да, то есть именно для того, чтобы вы их вообще не трогали. И нюанс-то в том, как раз-таки, чтобы отзеркалить каждого клиента, то есть понять, кто перед вами. Вот здесь именно навык коммуникации, он заключается в том, насколько вы уловили связь или не уловили. И здесь также еще нюанс в том, что я всегда говорю, с такими, как Собчак, надо как Собчак, да, то есть если она вот так вам говорит, не надо, аккуратнее, я работала с ней, и вы понимаете, если вы встаете вот так, ну, отношение к вам будет сразу, нет, все, поменяйте мне мастера. И поэтому с такими клиентами надо, знаете, надо держать удар, что называется, да, в прямом смысле этого слова. То есть ни в коем случае не вставать в эту позу, а все-таки иметь вот это, любить себя больше, чем профессию, вот чтобы, как бы это ни звучало, но тем не менее, в первую очередь, в первую очередь вы личность, а потом вы уже парикмахер. Это следующая история, да. Насколько вы профессионально можете работать, клиент, конечно, оценит, но именно сначала вы должны показать, что вы действительно тот человек, который может заняться его волосами, сделать это качественно. И насколько вы действительно располагаете к себе, вот тогда клиент вам будет верить. Но он именно поверит и услышит вас, когда вы с ним на одних и тех же волнах. И сейчас такая информация, которую мы обычно даем на семинарах System Professional, когда рассказываем о философии бренда System Professional. Семь шагов сервиса. Ну, здесь эти семь шагов сервиса, конечно, они приведены больше для парикмахеров. Итак, первое – это приветствие. Приветствие вне зависимости от того, даже если вы в журнале записи увидели, как зовут клиента, клиенту сказали по телефону, какой мастер у него будет, в любом случае важно именно личное общение, личное знакомство. То есть когда вы с клиентом знакомитесь лично, он вам называет свое имя. И именно так вы его будете называть. То есть Маша, Мария Николаевна, Маруся и так далее до того момента, пока вы не решите, что как-то вы будете называть ее по-другому. Но именно совместно. Это очень важно, потому что клиент тем самым задает вам вот эту вот зону комфорта, с которой вы к нему обращаетесь. Потому что если клиент знает, как зовут вас, вы знаете, как зовут клиента, очень неловко получается вот это вот общение. Но именно когда вы называете человека по имени, это как раз-таки тот самый барьер, который психологически рушит между вами стену. Потому что каждый раз вы называете человека по имени, вспомните, когда вас называют по имени, вы как будто ласкаете его слух. То есть тем самым вы постоянно человека располагаете к себе все больше. Далее у нас с вами шаг, это, естественно, консультация и диагностика. Причем именно консультация и диагностика – это самый главный, самый важный момент во всей вашей работе с клиентом. Самый важный, потому что это именно гарантия стопроцентного успеха. И это гарантия стопроцентной работы в любом случае. Окрашивание, завивка, просто укладка, стрижка. То есть то, как вы проконсультировали клиента, это как раз-таки будет влиять на его готовность, может быть, поменяться, поменять образ. Но здесь еще какой важный момент в консультации и диагностике. Мы всегда говорим о том, что именно 10 минут – это ваше время, за которое вы должны друг друга услышать. Если это больше 10 минут, значит, перед вами, скорее всего, пациент, а не клиент. То есть, ну, конечно, это шутка. Момент того, что за 10 минут, если вам не удалось понять, что хочет человек, скорее всего, это не ваш клиент. То есть здесь надо это понимать, что, возможно, уже пора подмигивание делать администратору, что, скорее всего, сейчас что-то начнется, да, какие-то проблемы. Но нюанс в том, что для того, чтобы, в принципе, приступать к работе, то есть идти мешать краску, выбирать стайлинг и так далее, вы можете задать закрытые вопросы. То есть есть такое еще у нас правило трех «да». Когда вам клиент, вы задаете ему закрытые вопросы, допустим, мы будем делать цвет светлее, да. Вы хотите сделать волосы короче, да. И когда вы получили вот эти три «да», вот только тогда у вас уже есть готовность идти и мешать краситель, выбирать инструмент и так далее, и так далее. То есть как бы вам дали вот это одобрение на то, что вы будете делать впоследствии. Далее. Далее у нас с вами непосредственно услуга, на которую был записан клиент, да. То есть это окрашивание или завивка. И здесь как раз-таки в процессе работы вы можете рассказывать клиенту о том, что вы делаете с его волосами. Здесь, как правило, каждый клиент, он уже вам дает понять, насколько ему нужна эта информация, или они говорят, нет, мне вот не рассказывай, я не хочу об этом знать, да, то есть это лишнее. И как раз-таки момент того, что именно здесь могут начинаться ваши продажи. Но любая продажа, она должна идти не с порывом что-то продать, то есть вот обязательно вот ему всучить с собой, чтобы он обязательно это купил, оплатил и так далее. А именно момент того, что вы выполняете продажу, но с условием заботы о нем, да, о клиенте, о его коже, о его волосах. То есть именно когда вы проявляете непосредственно заботу о человеке, да, заботу о клиенте, когда он чувствует, что вы заботитесь о нем, даже самый главный вопрос у нас в продажах, это все ли у вас есть по уходу, и вы говорите либо за волосами, либо за кожей, то есть здесь вот она, скрытая продажа, вы просто задаете вопрос, а все ли у вас есть по уходу, и вам уже клиент отвечает там, да или нет, или он вспоминает, слушай, да, маска закончилась, или там такие моменты, да, то есть вот, пожалуйста, вам продажа. Это, кстати, именно для администратора самый главный вопрос, уже при расчете, это не навязчиво идет, То есть вы просто спросили, вы даже не говорили о какой-то конкретной банке. А здесь еще также важный момент в продажах. Есть такой у многих мастеров и у администраторов ступор продаж. Ну вот боюсь продавать, не могу, не умею, не хочу. Но здесь, понимаете, именно даже когда вы просто наносите краситель, когда вы работаете с волосами, да, вы можете уже рассказывать о том, что качество волос можно привести в лучшее состояние, что для ваших волос подойдут такие-то продукты, да, что вот зимой мы не рекомендуем пользоваться увлажняющей линией, а лучше маслосодержащей. То есть легкие комментарии относительно того, что можно сделать с волосами, да. Далее. И здесь, кстати, еще такой момент в продажах. Это именно чисто такой из психологии факт. Когда вы предлагаете, вот прямо вот есть у вас один любимый продукт, и вы всем его предлагаете. И, как правило, он во многих салонах, он и идет. Это продукты, которые даже не стоит продавать, да, которые они в топе стоят, и они сами себя продают. Но если вы рассказываете только об одной какой-то банке, да, то есть вот про один продукт, вы прямо говорите, это классно, это купите, классно, супер. У клиента в голове будет один вопрос. Да или нет? То есть купить или нет? Если же вы говорите про два или три продукта, вспомните, у вас наверняка такое было. Вот она сидит, вы ее чешете, чешете, и вы говорите. Вот про два-три продукта она вам скажет обязательно. А сегодня что для моих волос будет наиболее важно? Согласитесь. То есть именно в продажах, когда вы дали уже какой-то вот такой выбор небольшой, она все равно вас спросит, а что же сегодня для нее будет важнее, да, приобрести. Это как раз-таки такая вот подсказка о том, каким образом вообще запустить продажи в салоне, да, то есть именно не продавая, в любом случае продавать. Далее, непосредственная услуга, на которую был записан клиент, здесь еще нужно сказать о том, что администратор, очень важное вообще звено во всей этой сети, во-первых, от него зависит момент того, как он сканирует клиента, то есть он может определить, какой тандем мастер и клиент сложится лучше всего. То есть помните, раньше была такая передача «Любовь с первого взгляда», когда люди понимают, да или нет, то есть мое или не мое. И вот как раз-таки опытные администраторы, они уже сразу понимают даже по тембру голоса клиента, к какому мастеру отправиться клиенту, да. Далее. Возможность ухода за волосами, это еще также перед нами с вами открывается возможность продавать сопутствующие процедуры. То есть администратор в это время может подойти, задать вопрос, не хотите ли сейчас вот у мастера маникюра появилось свободное время. И опять же, понимаете, очень важно то, как мы это говорим. Если мы с вами говорим, да у нас сегодня у Машки вообще нет никого, может, маникюрчик сделаете? Видите, вот никого нет, она подумает, да к ней никто не ходит, но я, наверное, записи вообще нет, и мастер не очень. А если вы говорите, сегодня освободилось место у мастера маникюра, сейчас есть у вас возможность сделать эту услугу. Совершенно другой момент. Опять же, по звонку по телефону также может клиент уже понять вообще, что там за мастера. Но меня всегда удивлял вопрос, а у вас хорошо стригут? Ну, ладно, мне сказать, нет, не очень, да. Мы же не можем так сказать? Или по-разному, вы знаете, вот все зависит от настроения. Здесь момент того, что насколько ваш администратор, во-первых, конечно, любит ваш салон, любит свою профессию и любит, в принципе, людей. И момент, это обязательно, это именно хорошее настроение самого администратора, потому что именно с него, это как театр начинается с вешалки, салон начинается с администратора. Вы знаете, у меня такой был момент, когда был еще свой салон, причем приехали с мужем после отдыха, прилетели, я захожу в свой салон, а у меня администратор вот с таким лицом. И я понимаю, что у меня все клиенты, когда приходят, это первое, что они видят. И у меня сразу ощущение, что это надо убирать. То есть менять надо именно это. То есть человек, которого видят впервые, вот клиент, зашедший в салон, стоит вот с таким лицом, да, как будто у него все умерли в один день, прости господи. Но, понимаете, здесь именно момент того, я говорю, мы улыбаться умеем, я говорю, тебе надо сюда сделать уколы, чтобы вот как-то улыбка держалась. Понимаете, здесь именно, когда вы даже подбираете персонал, доброжелательность вы ее не сыграете. Вообще, раньше, по крайней мере, очень часто именно мы видели такую ситуацию, что в салонах именно в город Москва, там одним из требований, когда принимали на работу персонал, там было требование доброжелательности. Кто-то писал любовь к людям. То есть вот такой момент, представляете, да, потому что человеческий фактор, вы человека не научите любить людей. И если у вас мастер, который просто, ну, панически, она просто их ненавидит, она просто не любит, когда она говорит, вот, приходит со своей шерстью. Я действительно, ну, у меня был такой богатый опыт работы, что одна мастерица, она, заметая волосы, говорит, вот, ходит со своей шерстью. И я у нее за два с половиной года увидела, наверное, два постоянных клиента. Ну, странно, да, скажите, два с половиной года, как бы, вот, мы как-то так работали вместе, но клиентов постоянных там так и не было, потому что люди ходят с шерстью. И вот это вот отторжение, паническая ненависть к людям, она к вам не приведет толпу клиентов. Вспоминайте, да, вот этот ролик, который мы смотрели. Когда вы просто у людей вызываете улыбку, вы сразу вот делаете вот этот надлом, раз, и все, они запомнили. Здесь момент того, что эмоциональное состояние, когда люди вспоминают, где им было хорошо. Помните такое понятие мышечная память? И они к вам просто пойдут, вот, за тем самым администратором они придут. Администратор – это важный ключ, потому что мастер может уйти из вашего салона и все клиентов за собой прихватить. Но именно отношение администратора, именно вот эта вот доброжелательность, которая вообще есть в атмосфере салона, вот мастер, он это не сможет забрать. И понимаете, здесь момент того, что когда, ну, в принципе, общий опыт работы салонной практикой, у меня 12 лет, но когда я работала, не имея своего собственного бизнеса, мне многие клиенты говорили, а давай мы тебе там салон откроем и плазму повесим. Я говорю, да вы не понимаете, не в плазме дело. Здесь момент не в том, что как вы украсите, какое бы вы ни поставили оборудование. Сейчас наоборот, мода пошла в эти английские лофты, когда это кирпичная кладка и просто дорогая мебель. Но момент того, что они могут все пойти к Даше, которая работает с одним фонарем, ну, она так с ними работает, что вы просто, ну, вы просто не можете от нее отказаться. Но иногда, понимаете, вот, ну, я надеюсь, что здесь все парикмахеры, я никого не обижу, потому что, ну, я очень часто с самоиронией говорю, мы все равно все рукожопые, ну, я извиняюсь за это слово. Но, понимаете, здесь даже ваш профессионализм, он может быть вот, ну, не на первом плане абсолютно. А именно вы настолько с каждым клиентом работаете. И ведь, когда мы с вами не работаем, каждый в отдельном кабинете, но тем не менее, если у вас есть понятие, вот вы начали работать с клиентом, да, и что вас никто вот не может к вам подойти, не может именно вот не извинившись прервать ваше общение. Потому что если вы то и дело отвлекаетесь, да, то есть ла-ла-ла-ла-ла, и сами там где-то вообще не с ним. Вот клиенты, они очень тонко это чувствуют, когда вы с ним, а когда нет. Потому что именно для него, ну, вспомните, когда вы заняты каким-то делом, и вас кто-то то и дело от чего-то отвлекает, неприятно, да. Также и клиенту, если вас постоянно кто-то отвлекает посторонними делами, у вас пропадает с ними связь, у вас пропадает вот этот вот налаженный контакт. Далее у нас с вами, ну, также шаг, это стрижка и укладка. Здесь это просто один из шагов. В принципе, здесь вы можете давать какие-то легкие комментарии относительно того, что мы сейчас с вами освежим кончики, уберем основную длину. И здесь также, что хочется сказать, это наше с вами умение профессионально называть вещи своими именами, но понятным для клиентов языком. То есть мы не говорим, мы делаем грудуирование с оттяжкой 45 градусов, чтобы сделать внутренний угол. Все понятно, клиент вообще нас не понял. Для него это очень далеко, да. Мы просто им говорим, для того, чтобы ваши волосы лучше укладывались, мы сейчас проработаем определенным срезом ваши волосы. То есть даже не углубляясь вот в эти тонкости, вы можете просто давать именно легкие комментарии относительно того, что вы делаете. Это знаете, как у стоматолога, он же вам не рассказывает вот все, что он видит там, прекрасного, да, в полости рта, и он же вам не комментирует, что сейчас я там делаю вот это. Но для некоторых клиентов, некоторые любят такие тонкости, некоторые вам все равно будут задавать вот эти вот каверзные вопросики, а что мы сейчас делаем. И, как правило, вы уже сами знаете таких клиентов, кому лучше высказать эту фразу. И момент того, что когда я веду семинары именно по банкам, ну, то есть по косметике, я всегда называю вот этот вот термин петеросфорум оваль, это грибок на коже головы. Я говорю, если вы клиенту, у которого дотошно это скажете, он просто затрясется и будет к вам постоянно ходить. Почему? Потому что он знает, что вы знаете такое суперсложное слово. Здесь именно момент того, что, конечно, не постоянно говорить на профессиональном языке, но иногда нужно давать понять клиенту, что вы все-таки со знанием дела выполняете ряд определенных действий. И далее у нас с вами завершение услуги. Это тот самый момент, когда мы с вами даем клиенту зеркало. То есть когда мы спрашиваем его о том, что будем ли мы что-то менять, или так и оставим, или укладку чуть хочется, да, видоизменить. И в этот момент, собственно, это наш с вами последний шанс что-то поменять. Далее. Здесь же вы можете сказать клиенту о том, как ему поддерживать состояние волос или рук, ну, то есть в зависимости от того, какой мастер работает, именно дома. И обязательно прощание. То есть мы не просто прощаемся с клиентом на месте, и он знает, где администратор, где выход. А мы именно с ним идем, да, то есть мы именно его провожаем, сопровождаем. И обязательно здесь момент, это очень популярно и актуально, это предварительная запись сразу на следующий раз, да. То есть когда вы записываете клиента сразу на следующий визит, это уже вы себе, во-первых, обеспечиваете запись, да, клиент уже знает, что он придет. Ну и вообще момент воспитания клиента, это тоже наша с вами задача. Если не помнит мастер, это должен сделать администратор, да, то есть спросить, хотите ли вы записаться сразу на следующий раз. У нас, конечно, много клиентов, которые, ну, иногда живут не в России, иногда, ну, бывают, да, уезжают, но тем не менее, вот сам момент, или даже просто спросить, когда вам позвонить, напомнить о том, что вам нужно записаться. Просто, понимаете, вот этими вопросами вы формируете свой, да, уже бизнес-оборот на будущее. Или же, понимаете, когда вы просто, администратор даже с улыбкой он рассчитал, но вы не знаете, когда к вам клиент вернется. А здесь момент того, что нам все-таки именно денежный оборот делают те клиенты, возвратность которых, вот она по принципу Паретта 20-80, здесь нам основную-то прибыль, вот эти 80% приносят те клиенты, не которые новые с улицы набежали, а те, которых вот мы 20 лет за собой ведем и ведем, которых мы все время спрашиваем, все ли у вас есть по уходу за волосами, давай на следующий раз запишу, когда ты прилетаешь, когда нам поухаживать, понимаете, вот когда вы каждого клиента, ну, грубо говоря, подкармливаете чем-то, то есть вы даете вот такие вот вещи. Опять же, какие-то этим же клиентам можно делать бонусы. Когда у меня был свой салон, у меня был такой график посещений, из которого можно было сразу понять, кто ходит наиболее часто, ну, кому сказать спасибо вообще, да, то есть именно я смотрю, кто приходит вот с какой частотностью. Именно этим клиентам в конце года, то есть Новый год, самые классные подарки, то есть там это и косметика по уходу, там и полотенца Вэлловские с логотипами, и фены, которые также вам по бонусной части отгружают для клиентов, то есть там самые хорошие подарки это тем клиентам, которые вам делают оборот, естественно, потому что клиенту важно знать, что вы его любите, ему важно знать, что он в ваш салон ходит не зря. И далее. Основные аспекты восприятия наши с вами, такая шуточная картинка, это, естественно, кинестетики, аудиалы и визуалы. Здесь как раз-таки момент, который, это касается и продаж, и вообще работы с клиентами, каким образом мы с вами можем воздействовать все каналы восприятия, да, то есть именно для кого-то это важно визуально делать все красиво, да, для кого-то важно именно говорить, и именно через слова он будет вас воспринимать лучше, информацию, которую вы до него доносите. А для кого-то важно будет потрогать, потрогать баночку, которую вы ему предлагаете, попробовать даже по текстуре именно крем, который вы ему предлагаете, да, то есть именно что-то пощупать и потрогать. Дальше идем. И, естественно, через чувствование идет все остальное восприятие. Именно когда мы с вами взаимодействуем друг с другом. И здесь даже, знаете, у нас, я не буду говорить кто, но в нашей команде есть определенные мастера, которые именно всегда стараются клиентов чуть-чуть приобнять. То есть они их чуть приобнимают, чуть за локоток проводят к креслу. То есть когда вот это есть тактильное ощущение, тактильное взаимодействие. Но здесь, понимаете, здесь настолько это человеку, это должно быть приятно. И здесь как раз-таки нюанс в том, что именно когда тактильно, когда вы знаете, что у вас холодные руки, не лишним будет предупредить об этом иногда клиента. Не просто когда вот ему спокойно, хорошо, и тут вы его холодными руками схватили. Но это будет, ну иногда это правда неприятно. Или вспомните свой поход к тому же стоматологу или массажисту, когда вот еще не размяв руки, до вас начинают дотрагиваться все. У вас космос какой-то случился, вам неприятно, вам уже сразу некомфортно, вот в первые секунды. Ага. И опять же такое восприятие, как экстраверты, амбиверты, интроверты. Но я думаю, что вы тоже слышали об этом. И здесь также важно понимать, когда непосредственно клиент в вашем кресле, здесь уже начинается история. Вы либо как раз-таки, как мне мой мастер, стоите, слушаете, молчите, либо вы просто на той вот волне, на той тишине, в которой пребывают клиенты. Потому что, знаете, несмотря на то, что есть клиенты очень активные в жизни, в салон они к вам могут прийти просто помолчать, просто отдохнуть. И момент того, что чем вы его окружаете, вот этот комфорт, он как раз-таки ему будет либо приятен, либо нет. Нет, некоторые клиенты, экстраверты, вам надо наоборот, чтобы вы как раз-таки там чуть ли не станцевали перед ним. То есть вот МХАТовский этюд, как выдали, как что-то сказали, и здесь то же самое в продаже. С кем-то надо говорить очень-очень тихо, вот на его громкости. И, понимаете, очень медленно, так затянуто. Он только тогда вас услышит, правда. Если вы будете орать с ним, то есть вы будете говорить, этот продукт, он вообще невероятный, он вообще не услышит, он подумает, боже мой, что происходит, я хочу отсюда идти. То есть с экстравертами надо как раз-таки вот чуть медленнее, ну как будто вот, да, там чуть-чуть вот это вот все. Очень аккуратно подводить его, даже вот ходить с ними по салону, вот очень прям вот медлительными быть, да, то есть на их волне, чтобы вот у них там все... Они в своем мире живут, они настолько сами в себе, что их лучше не трогать. У них вот там вот все внутри. А с экстравертами наоборот, вы можете танцевать, петь, делать вообще все, что угодно. То есть у них восприятие вас будет именно через вот эти вот моменты, когда вы на пике своей максимальной активности. Но, вы знаете, еще бывает иногда такой нюанс, когда клиенты, вот у вас идет запись, и они видят друг друга, и иногда они на вас смотрят, что это не вы, а вы правда, это не вы. Вы потому что отзеркалили прошлого клиента, он говорит, это что сейчас было. То есть иногда вам приходится быть кем-то другим, но именно вы ловите то состояние клиента, с которым вы работаете в данный момент. Потому что если вы этого не сделали, если вы его не услышали, если вы его не поняли, ну, вам будет именно очень сложно взаимодействовать. Потому что с кем-то действительно лучше помолчать. Даже если вам, ну, вот вы, прям у вас вот все вот хочет, прям вот у вас словарный запас весь... Нет, вот надо иногда молчать, надо иногда себе давать тоже такой перерыв. Или иногда наоборот клиенты, которые вас уже утомляют, ну, вы фен погромче включили, и нормально. То есть здесь, понимаете, именно момент быть с тем клиентом, который с вами максимально таким же, какой он. Ну, и следующий слайд, как раз-таки вот яркий комментарий всего уже сказанного, да, то есть через восприятие того... Вот здесь наша профессия с вами, я всегда говорю о том, что волосы, банки, ножницы, это вообще не об этом. Или когда у нас вчера был кастинг моделей, когда они приходят, и они думают, что вот волосы вот сейчас вот все решат. Вообще нет. Она может прийти без волос. Или у нас, когда в салоне Винокурова кастинге, мы вообще не смотрим на волосы, у нас прекрасная есть коллекция париков. То есть, понимаете, именно фактура вот самого человека, это все равно решает больше, да, то есть то, какой ты внутри, это все равно решит восприятие тебя самого. И здесь, вы знаете, я всегда именно своим клиенткам, особенно, ну, которых хочется вот чуть-чуть их взбодрить, вот чуть-чуть, ну, вот в ней все есть внутри, но вот это все спит. И когда ей хочется вот дать вот это пробудить ее, вот женственность, дать ей проснуться, я ей всегда как раз-таки привожу пример, работая вот с Ириной Шейк. Настолько там обоняние такое, оно прям вот просто всеобъемлемо. Оно тебя сразу обояло, ты даже сам не понял, как это получилось. Почему? Даже в майке и в трусах, да, человек настолько, она к себе располагает, ты сразу влюбляешься, то есть там сразу женственность. Она королева, и не потому, что она вот так себя ведет. Нет, абсолютно, там совершенно нет момента надменности никакой. Там отношение именно к тебе, как к стилисту, очень уважительное сразу. Но вот это вот ощущение, что ты человека чувствуешь, и что она настолько тебе доверяет, и там абсолютная любовь к себе. Несмотря на то, что у всех профессиональных моделей там с волосами беда, но момент того, что как вот вы себя несете, и также мы, когда работаем с женщинами, мы им это и должны подарить. Понимаете, они приходят к нам не за волосами, они к нам приходят вот за этой уверенностью в себе, да. То есть первое, с чего начинался фильм «Валидейшн». «У вас такая удивительная улыбка». И они думают, да, что мне никто об этом не говорил. Мы вчера так работали с моделями. Начинаем им говорить, и начинаем им говорить, ну, как им кажутся комплименты, как мне кажутся очевидные вещи. Я говорю, слушай, у тебя такие скулы? То есть я это делаю уже профессионально, потому что эти скулы, они реально классные. Или подвородок действительно модельный, и это самый популярный подвородок, который просто вот продаст там все, что хочешь. Но для них это кажется, им же никто это не говорил никогда. И здесь, понимаете, так же клиенту, ну, не шпарить, конечно, вот просто как заведен, «Ой, у тебя классные эти», чтобы они все-таки верили, да. То есть работаете где-то в зоне уха, и вы ему раз и говорите, «Ой, какие сережки у тебя красивые, ну». И они начинают как-то, они вспоминают, «Ой, я это купила в Барселоне». Или, понимаете, они вам сразу начинают что-то говорить вот именно из жизни какие-то моменты. Им это всегда приятно, когда вы вот на этой волне именно, но честного, опять же, подхода, да. То есть здесь не нужно врать, но в нашей профессии, тем не менее, именно мужчинам удается гораздо быстрее себе наработать клиентскую базу, потому что там идет взаимодействие энергии, еще, естественно, мужской. То есть когда мужчина делает комплимент, это вообще сразу. Это то, что сражает на повал. Но, тем не менее, через комплименты мы с вами именно приходим к доверию. Да, Дим. И также, что хотела сказать о нашей профессии. Есть еще у нас такое понятие, как продавец счастья. То есть то, что продаем мы с вами в салоне, это нельзя потрогать, согласитесь. То есть у нас с вами, ну, если только баночки, да, какие-то по уходу за собой, вы приобретаете с тем, чтобы вы можете этим пользоваться. Но мы с вами продаем услугу. То есть как вы ее никак не можете осязать. Это как раз-таки именно настроение, вот с которым выходит клиентка, вот есть такой, да, шуточный слайд, когда они вообще уходят, пританцовывают, или когда они говорят, там, я от тебя улетаю. Но это самый лучший, самый высший комплимент, да. Даже когда, казалось бы, вы в принципе ничего не сделали, вы просто, ну, я даже не знаю, просто сделали укладку, просто помыли голову. Но вы так с ней поговорили, вы ее вот поняли, вы побыли с ней, и ей уже от этого стало хорошо, потому что здесь именно момент нашей с вами работы, вот, больше идет, как психологов, да, то есть насколько мы с вами уловили то, что хотел от нас услышать клиент. В этом и заключается успех нашей с вами работы. И также здесь, что хочу отметить, следующий один слайд, как раз-таки в Санкт-Петербурге есть сеть ресторанов счастья, и у них есть продукция с таким же названием, да. То есть вот именно момент того, что у человека появляется ощущение того, что он берет с собой вот это счастье. На самом деле, всегда своим друзьям, знакомым беру в подарки вот такие презенты, то есть у них это все собственного производства. И, конечно, когда у вас есть такой подарок, то есть вы дарите человеку счастье. Тоже как идея, как вариант такой тоже имеет место быть. И еще одна гениальная мысль, но не мною придумана, мы тянемся к тем, кем мы хотим стать. Здесь что хочу отметить, когда мы с вами позитивно настроены, когда мы с вами встречаем человека красивые, с улыбкой, то есть именно когда у вас в салоне работают красивые люди, когда у вас в салоне чисто, красиво, хорошо, да, то есть когда вы сумели, вот момент того, чтобы преподнести не только сервис в салоне, но и человеку было максимально классно от того, что он оказался с вами, да, то есть он с вами провзаимодействовал, он с вами пообщался, он получил максимально классные услуги за короткое время, ему улыбались, и при этом он еще и вышел и с волосами, и с прической, и цвет был тот самый. Вот как раз таки все это является комплексом, за которым к нам приходит клиент, потому что именно момент того, насколько вы поработали, а именно поработали здесь в том плане, что составили общую картинку о том, как все-таки должна выглядеть сама по себе услуга. И сейчас мне хотелось бы показать вам фильм, но это короткий ролик, ролик о том, что он называется «Таиланд лакшери», и там идет такая музыка, я надеюсь, со звуком проблем не будет. Есть у нас этот фильм? Фильм-то есть, звука нет, да? На самом деле, что хочу сказать по поводу этого фильма, нам его показали, когда компания System Professional перезапускала линию. И для того, чтобы как раз таки вызвать эту эмоцию, а эмоцию какую? Как раз таки действительно там показан отдых в Таиланде, как можно отдохнуть, какие эмоции можно получить, и как раз таки, когда вы смотрите, вам прям хочется туда окунуться. И иногда я этот ролик показываю первым, иногда, ну вот сегодня он у нас в завершении, но что мне хотелось бы отметить? Это то самое состояние, когда вам хочется туда же. И вот когда мы с вами в салоне работаем таким образом, чтобы клиент к нам с вами захотел снова и снова вернуться, вот это и дает нам вот эту возвратность от людей, они хотят быть с нами, когда мы с вами красивые, в хорошем настроении, когда мы их ждем, то есть не когда мы кучу проблем еще со своей кучей дополнили, и они думают, боже мой, все, конец света, а наоборот, когда мы с вами максимально на позитивной волне. Ролик, сейчас выключу свет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, иногда даже, точнее, очень часто бывает момент того, что когда мастер может подумать, что если он себе чего-то позволить не может, этот шампунь или что-то еще, то и клиент не может себе позволить этот продукт Вот это на самом деле бывает большое заблуждение На самом деле, когда вы себе что-то позволяете, то есть ваша разрешительная способность достаточно высокая, и вы сразу понимаете, что и клиент тоже захочет это купить Или же, когда вы через чувствование продаете, то есть вам обязательно нужно пользоваться самим этими продуктами А не то, что вы говорите, что у вас такие прекрасные баночки, такие прекрасные профессиональные бренды, а сами LSEF покупаете из-под полы за 300 рублей То есть здесь момент того, что, во-первых, себе позволять больше, да, то есть себе разрешать пользоваться самыми классными продуктами Себе позволять ездить, отдыхать и отдыхать в хороших отелях действительно И когда вы вот находитесь в таком состоянии, вам и клиенту это хочется сделать И здесь также были такие кадры, да, с шампанским, то есть это говорит о том, что клиентам нужно тоже делать праздники Вот что хочу сказать про наш салон, именно салон Винокурова У нас очень часто проводятся именно на территории салона разные события, то есть там дни бренда какого-либо, то есть Sebastian System Professional, да Сейчас у нас вот 20 июня будет большое мероприятие также в салоне, на территории салона Винокурова Где мы приглашаем диджея, где будут приглашены больше 250 гостей, то есть это клиенты салона То есть каждый мастер приглашает там по 5-10 человек и получается у нас такая целая тусовка Но именно там это все, естественно, организует также Вэлла, так как они выпустили новый фьюжн уход И здесь немаловажно будет отметить, что когда вы для клиентов делаете такие мини-праздники на территории своего салона, им это безусловно приятно То есть дни бренда, когда есть какие-то скидки, когда можно купить продукты со скидками, да И здесь клиенты всегда, они чувствуют, что вы заботитесь о них То есть вы заботитесь не просто о своем заработке, чтобы туда вот поехать и так классно повеселиться А что вы все-таки еще и заботитесь о том, чтобы они с вами были все это время Чтобы они к вам также приходили и приходили Потому что иногда бывают клиенты, что они просто хотят поменять не мастера, а салон И вот здесь вот момент того, что насколько вам удается в своем салоне клиентов удержать Вот здесь уже и заключается ваш профессионализм Также, что хочу отметить, если у вас будут какие-то вопросы по поводу обучения на студии Вэлла Я сегодня весь день здесь, вы можете подходить, если кто-то будет участвовать в Трендвижн И у вас есть какие-то вопросы, потому что мы с командой очень часто именно готовим коллекции для Трендвижн То есть готовим модели и на национальный Трендвижн, то есть когда все эти коллекции отправляются на финальные подиумы И, ну, пользуясь случаем, наверное, хочу пригласить на завтрашнее наше дефиле и мастер-класс Мне всегда отдают большое количество времени на прически, но, ну, мои прически сразу могу сказать Они занимают, наоборот, очень маленькое время То есть это 5-10 минут, и у вас готовая укладка И мы как раз-таки завтра будем говорить о том, что же важно именно в прическе То есть на какие нужно обращать внимание вещи Потому что, как правило, все именно работают с волосами, а я говорю, что надо работать с лицом Потому что мы живем во время селфи, и селфи никто не делает с затылка Селфи, да, от самого слова Мы воспринимаем себя именно в лицо Но об этом мы с вами будем говорить именно завтра То есть как оформить свое лицо, прическу, голову в целом и весь образ Поговорим завтра Спасибо вам за внимание Спасибо Спасибо Спасибо